Иногда нам кажется, что 90-е уже навсегда ушли из нашей жизни. Однако это и не так. Только подумайте, в Московской области, недалеко от столицы, в Богородском городском округе до сих пор есть люди, которые считают, что, например, вот эти очистные сооружения до сих пор действуют, несмотря на то, что закрылись они еще в середине 90-х. Значит, примерно с этого времени сюда продолжают поступать, стекать все эти канализационные истоки. Но управляющую компанию это вообще не останавливает. Ежедневно она закачивает сюда огромное количество консервационных стоков. Да-да, тех самых, которые приходят из соседних деревень. Все они сюда поступают и, видимо, в представлении управлялки чистятся и отправляются непосредственно в соседний карьер. По сути, очистные сооружения не работают, потому что эффект от них там чисто, здесь, по сути, выливается все наружу. И вся эта грязная, вонючая, фекальная масса разливается буквально по всему полю, а неочищенные истоки попадают в тот самый карьер, куда любят ходить купаться родители с их детишками. Канализационные истоки поступают из близлежащих населенных пунктов Кудиного и Черепково. Это обыкновенная канализация, за которую местные жители платят деньги управляющую компанию. Здесь иногда слышно, как работает канализационный насос, и она постоянно, как бы, ну, как река течет, вода, вот эта жидкость отциркулирует, все эти нечистоты, поэтому она, ну, не замерзает, как вы видите. Кто мог допустить это вопиющее экологическое правонарушение в 21 веке? Кому вообще пришло в голову брать и таким вот образом утилизировать канализацию? И что самое интересное, как у людей вообще хватает совести собирать деньги с жителей, которые исправно каждый месяц платят и думают, что их стоки очищаются должным образом. Значит, мы видим вот эту вот картину, которая здесь вот разливается в поле, и все это дело течет в сторону Кудиновского карьера. На протяжении нескольких лет недобросовестные предприниматели вывозили сюда с очистных иловые осадки. Обычные грузовики, ну, последний раз то, что жители проводили фотофиксацию, значит, они здесь задержали, по-моему, заблокировали порядка трех грузовиков. Причем это в ночное время в основном завоз происходит исключительно в ночное время, не в дневное, чтобы исключить, чтобы никто не видел. Но в последнее время местные жители, местные активисты стали просекать такую деятельность. На сегодняшний день, благодаря прокуратуре и Роспроднадзору, эта точка больше не функционирует. Но, тем не менее, общественники и проект Экорейд берет эту точку на общественный контроль. Будем разбираться, готовим запросы в надзорные органы, будем привлекать сюда федеральные надзорные органы, будем привлекать сюда обязательно прокуратуру, а также жилинспекцию, которая проверит деятельность самой управляющей компании, которая допустила, чтобы все эти стоки приходили сюда, на эту территорию.